ребят привет сегодня ломаем микроволновку вирпл полный труб не включается так меряем предохранитель предохранитель выбит так значит смотрите отключила клемму и увидел вот такую штучку пластмасску за счет эта пластмасска является частью механизма закрывания двери она непосредственно нажимает на микро переключатель значит что тут происходит если один из микро переключателей в определенном положении один нажат а второй нажат не будет то происходит короткое замыкание и вышибает предохранитель это то что мы сейчас наблюдали будем сейчас разбирать непосредственно механизм и смотреть ну тут если поставить новый предохранитель то выбьет то же самое произойдет можем кстати продемонстрировать как это происходит так значит вот мы смотрите сейчас будем делать эксперимент значит взяли мы тестер подключили на прозвонку то есть как только у нас будет короткая тестер у нас зазвенит значит вот у нас он имитирует подключение 220 вольт вот видите пусть так вот лежит чтобы вам било било видно вот он нас имитирует 220 вольт подключения так мы открываем дверь потому что при закрывании двери произойдет короткое замыкание просто я уже это знаю проверяем дальше значит ставим место предохранителя перемычку поставили ну так как мы сюда не будем 220 вольт подключать сейчас вот а теперь смотрите что произойдет закрываем дверь произошло короткое замыкание сгорел предохранитель поняли да значит не будет работать один микропереключатель у вас будет гореть все время предохранитель это одна из неисправностей микроволновок некоторых скажем типа типовая неисправность будем сейчас разбирать смотреть конструкцию что можно с ней сделать либо заказывать новые ответную часть двери механизм сам либо восстанавливать эту нам нужно добраться до узла с микропереключателями значит для этого нам надо снять лицевую панель на которой находятся два регулятора управления здесь у нас есть два самореза на которых крепится вот это вот морда лицевая панель вся с управлением откручиваем саморезы мы открутили теперь нам нужно отключить 4 провода с команды аппарата значит красный синий коричневый черный смотри не перепутай кутузов отключаем значит тут клеммы и на этих клеммах специальная лапка для отключения для того чтобы вытащить контакт вот она то есть нажимается и вытаскивается свободно если будете просто тащить можете поломать вытаскиваем панель мы добрались до этого механизма с микропереключателями теперь нам надо откручить открутить два самореза вот этих вот наш узел с микропереключателями для того чтобы его полностью извлечь из микроволновки нам нужно отключить все провода от микропереключателей запомнив какой цвет провода куда подключается значит вот сняли мы вот этот узел это ответная часть двери с микропереключателями значит что мы здесь наблюдаем значит вот это вот лапка которую я нашел внутри микроволновки значит она стояла вот здесь вот и нажимала вот этот микропереключатель сейчас покажу как это происходило это было вот здесь вот так вот видите ну и здесь она сломана эта часть она нажимала на вот этот микропереключатель когда крючок заходил на свое посадочное место крючок двери с говна тут пулю не слепишь было принято решение менять этот узел целиком значит это убираем вот наш узел который мы взяли со склада сейчас будем ее разбирать она даже он запакованно вытаскивать вот новенький узел и вот мы видим вот эта лапка смотрите сейчас покажу вам вот она вот эта лапка которая сломана в том механизме здесь очень тонкий бортик и вот здесь она ломается будем ставить на свое место этот модуль значит так какие работы мы провели значит поменяли ответную часть двери с микропереключателями поставили новый модуль с подключили все контакты поставили модуль управления с команда аппаратом подключили контакты значит включили ее проверили под подается ли 220 вольт на высоковольтный трансформатор все ок подается короткого замыкания у нас не было теперь будем запускать микроволновку уже в штатном своем режиме вместе с высоковольтным трансформатором под нагрузкой ставим сейчас немножко воды туда вот и запускаем ее уже полностью штатный ее режим закрываем запускаем запускаем смотрим за показаниями значит видим показания 4 и 8 ампера это в принципе штатная ее ток потребления значит еще характерный звук при запуске самого магнетрона очень такой специфический звук как сверчок засвистел это уже можно говорить о том что магнетрон запустился вот в принципе как бы ремонт микроволновки закончен сейчас я выключаю проверяю подогрела водичку или нет да вода горячий на этом ремонт микроволновки закончен сейчас будет уже полностью окончательная сборка ее и еще раз последнее тестирование микроволновка готова кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на наш канал до новых встреч до новых встреч до новых встреч